27 июня во Дворце спорта Борисоглебский прошел очередной форум «Управдом». На повестке дня было несколько вопросов. Один из них – проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2024 году. На территории Раменского городского округа в программу на текущий год вошли 178 домов. Краткосрочный план формируется органами местного самоуправления в рамках обращений управляющих компаний и протоколов общих собраний собственников. На 2023-2025 год у нас уже краткосрочный план сформирован. Он выполняется в графике. Соответственно, как попасть? Первое, что нужно сделать, если мы с вами живем в многоквартирном доме, видим, что у нас трубы текут, стояки и так далее. У нас межпанельные шлыки или фасад отрушаются. Это провести общее собрание собственных, составить протокол о необходимости выполнения ремонта того или иного элемента многоквартирного дома. Далее направить его к органу местного самоуправления, который впоследствии сформирует заявку на выполнение капитального ремонта. После ответов на частные вопросы, участники форума перешли к обсуждению темы уборки подъездов и придомовых территорий. У нас сейчас компания, которая вам не нравилась и нам не нравилась. Мы с ней попрощались и взяли новую компанию, которая оказывает сейчас эту услугу. В процессе мы сейчас проводим тендер по выбору уже финальной компании, которая будет эту услугу оказывать. В том числе рассмотрим ту компанию, которая есть сейчас. Достаточно качественно ребята выполняют услугу. Но, опять же, решение будет не за нами, а решение все-таки тендер, потому что это определенная процедура законная, которая должна быть обследована. В частном порядке на вопрос о запуске транспорта в микрорайоне «Десятка» ответил заместитель главы округа Владимир Викленко. Ряд жителей достаточно активно пытаются уже долгие годы победить эту проблему. Речь идет о том, что запустить автобус или маршрутку можно после того, как дорога будет передана, я так понимаю, на обслуживание «Ромавтодор» от застройщика, который строил сам ЖК. Знаю, что есть поручение главы на этот счет. Управление имущества активно этим занимается. Надеюсь, что мы до конца августа, к началу, собственно, учебного года эту проблему победим, потому что действительно есть и остановочные павильоны, которые специально для этого построены. Знаю, что разбирались долго, соответствует ли эта дорога ГОСТам, позволяет ли она двигаться маршрутным транспортным средством по этим участкам дороги, как по дорогам общего пользования. Тем не менее, не вижу тут каких-то значимых препятствий, которые не позволили бы решить эту проблему положительно. Также на форуме затронули темы задвоения платы и плановое отключение горячего водоснабжения. График отключения можно найти на интернет-ресурсах Раменского медиа-центра и информационных стендах многоквартирных домов. Андрей Пластунов, Елизавета Скрябина, Раменское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин